Мотоцикл Airbus Z1 250 очередной выходец из Китая, позиционируемый производителем как спортбайк начального уровня. Впрочем, бюджетных китайских мотоциклов с переменным успехом, пытающихся косить под спортбайки хватает. Так чем же выделяется Z1 250? Да пожалуй ничем особенным, но тех довольно скромных денег, которые за этот мотоцикл просят дилеры, он пожалуй стоит. Не отличаясь никакими техническими новшествами, которых на нем попросту нет, Airbus Z1 250 сделан на удивление добротным и с вниманием к мелочам, от которых во многом и зависит общее впечатление от мотоцикла. Пусть этот спортбайк и безнадежно отстает от японских аналогов, вроде Kawasaki Ninja 250 и Yamaha R125, он выигрывает в другом, цена и гарантия от официального дилера, что для многих начинающих мотоциклистов может стать весомым аргументом. Впрочем, в качестве учебного мотоцикла для человека, желающего в последствии пересесть на полноценный спортбайк, Airbus Z1 250 вполне подойдет, особенно при условии ограниченного бюджета. Двигатель Z1 250 одноцилиндровый, объемом в четверть литра и довольно-таки бодрый для китайского моторчика, столь малой кубатурой. Максимальная мощность составляет 26 лошадиных сил на отметке 8500 оборотов в минуту. Этот движок любит, чтобы его крутили как следует, и к моменту от 22 Нм приходится на чуть меньшую отметку в 7500. Коробка передач традиционно 5-ступенчата, причем первые три передачи довольно короткие, так что Airbus Z1 250 весьма требует к правильному выбору передачи. Рама мотоцикла досталась простенькая, стальная, но от байка начального уровня иного можно было и не ожидать. Спереди установлена классическая вилка телескопического типа, сзади маятник с моноамортизатором. Подвески Airbus Z1 250 впрочем довольно невнятные, недостаточно мягкие для комфортной езды и недостаточно жесткие для спортбайка. Коим Z1 250 подсценирует производитель и напоминает таковые на Джонни Пэк Фалкон. Но если не придираться к мелочам, то для городского мотоцикла и для повседневной эксплуатации ходовая Airbus подходит неплохо. Да и тормоза не подкачали. На каждом колесе установлено по одному тормозному диску. Суппорта простенький, но для легкого Airbus Z1 250, чья максимальная скорость к тому же не превышает 140 км в час, этой тормозной системы вполне достаточно. В 2018 году вышло новое поколение с обновленным внешним видом и глушителем аля Kawasaki. Там уже два тормозных диска спереди. К положительным сторонам этого мотоцикла можно отнести то, что производитель с вниманием отнесся к различным мелочам. Взять хотя бы сидение. Да, двухуровневое седло Airbus Z1 250 простое и непритязательное, но оно аккуратно обтянуто приятным на ощупь материалом, который к тому же препятствует скольжению. Лакокрашенное покрытие нанесено качественно, а пластиковый обвес, пусть и не особо нужен на тех скоростях, до которых способен разогнаться Airbus Z1 250, все-таки защищает от грязи с дороги и встречного ветра. Да и общий внешний вид мотоцикла получился неплохим. Для новичка Airbus Z1 250 вполне подойдет. Правда, за цену этого байка вполне можно купить какой-нибудь старенький Honda CBR400RR, который в плане характеристик будет наголову выше китайского байка, несмотря на преклонный возраст. Зато Z1 250 будет новым и к тому же будет иметь гарантию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...